ЭКОНОМИКА ПО-РУССКИ Я понимаю, что речь о пропорциях тех денег, которые мы даем, и от них отдачи не получаем, и тех денег, которые даем, и они приносят деньги новые в экономику. То есть если изменить пропорции, то есть если у нас появляются, скажем, новые технологии оценки вероятности, успешности, неуспешности инноваций, если мы вводим новые технологии организационные, которые куда более эффективно позволяют разработки осуществлять, то есть процент тех денег, которые у нас идут на неуспешные инновации, он снижается, и, соответственно, наоборот, объем от все большего-большего числа успешных инноваций, он повышается. То есть вот если поменять вот эти объемы, разве их нельзя изменить, разве здесь есть вот такое какое-то принципиальное ограничение? Ну, естественно. На самом деле речь идет о рисках, а не только о как бы об инновациях. То есть рисков же много, ведь дело же не в том, что кто-то там придумал инновацию, проблема еще в том, как эта инновация будет воспринята рынком. То есть купит народ, не купит. Она, может, и хорошая, а народ ее не покупает. Так вот, при углублении разделения труда риски все время растут, и по этой причине вы должны закладывать все большую и большую отдачу по кредитам. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте, Татьяна. Я хочу сказать, что у Украины, например, такой пример перед глазами, как Грузия, и очевидно, что за Евросоюзом стоит НАТО, и Украина будет фактически тем же, что сейчас является Грузия. И в связи с тем, что будет перенос конфликта в Иран, то есть вся вот эта зона, значит, ну, в общем, дестабилизация, она как раз каснется России. То есть будет, в общем-то, антироссийское противостояние. Что будет с нашим флотом, тоже непонятно. Ну, это вопрос сложный, я так не берусь на него легко сказать, но у меня такое ощущение, что все вопросы будут решаться очень быстро. То есть у Грузии было там много лет, она сначала выводила российские базы, причем Россия вывела их раньше, чем должна была по договоренности, именно этим предоставила Грузии возможность начать войну. Потом Грузия начала войну, потом там еще чего-то. То есть она все ухудшала, и в конце концов выяснилось, что Грузия пошла на попятные в своей политике по банальной причине. Дело в том, что у Грузии экономически ситуация безнадежная. Она не может своей территорией прокормить то количество людей, которые там живет, при том уровне жизни, который они требуют. А по этой причине она должна кому-то что-то продавать. Она ничего не может продавать на юг. У Турции есть все, что есть у Грузии, но только дешевле. Значит, она может продавать только на север. А с севером она поругалась. Это означает, что Грузия в принципе может жить, только получая чье-то вспомоществование. Когда это были американцы, они устанавливали порядки. На сегодня ситуация немножко изменилась. Потому что американцы стали давать денег меньше, потому что стало понятно, что этих денег не хватает и так далее. У Украины все проще. Украине вообще не дадут денег в том масштабе, которым ей нужен. Украина это не Грузия, она больше в 10 раз. И в этом смысле она как бы в нищету впадет довольно быстро. Поэтому даже если она вступит в зону свободной торговли, мы на это будем смотреть с некоторым чувством глубокого удовлетворения. Но на самом деле это плохо с точки зрения стратегических перспектив, но это совершенно естественно. Здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте, Михаил. Сергей, меня зовут. У меня такой вопрос. Когда-то премьер-министр Азаров сказал, что если бы не было оранжевого пуща, Украина в дальнем была в поможенном союзе. Как вы считаете, это правда его заявление? Ну да, конечно. Но я еще раз говорю, что это абсолютно естественная с точки зрения экономики политика. Более того, я бы рассказывал, что у меня есть знакомый, который был некоторое время назад во Львове. И там, значит, разговаривая со своим приятелем в кафе по-русски, он, значит, встрял в некоторую дискуссию с местными жителями, которые ему объяснили, что вот эти вот идиоты в Киеве, они даже не могут правильно вести политику. Потому что дали бы нам, западенцам, провести переговоры с Россией, ну, с Москвой, и мы бы вступили бы в таможенный союз на крайне выгодных условиях для Украины. А вместо этого они ведут переговоры с Западом, который ничего не даст. Для западенцев это вообще катастрофа, потому что они-то живут только на подачках из Киева. И если, соответственно, в Киеве денег не будет хватать, если там будет все разворовываться на местах, у них вообще будет тотальная катастрофа экономическая? Это-то очевидно абсолютно. Здравствуйте, слушаю. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я вот хочу вам вопрос задать, то, что вы сказали про Грузию. В принципе, я считаю, не только на странах бывшего Советского Союза, а в проблеме всей мировой экономики сейчас главная проблема сбыта. И не кажется ли вам, что и Украина, и Белоруссия бесперспективно поворачиваются на Запад? Что-то еще Украине подачки дают, что-то Лукашенко пытается на Запад продавать, но все-таки им надо поворачиваться в плане сбыта именно того, что они делают на восток. И не кажется ли вам, что позиция российская здесь какая-то двоякая? Типа, дружим не дружим, а экономики меньше. Вот в чем дело. Ну, я уже говорил о том, что Россия ведет странную политику. С точки зрения интересов страны. Я объяснил причины, потому что для либералов Асонса всходят о Вашингтоне. И по этой причине они проводили ту политику, которую им рекомендовали в Вашингтоне, даже если эта политика противоречила интересам страны в целом. Но сегодня ситуация немножко изменяется. Не до конца еще. Но будем надеяться, что она будет улучшаться и дальше. Но проблема-то в другом. Меня очень расстраивает, что Украина ничего не делает для того, чтобы улучшить свое положение. Что народ безмолвствует. Когда нужно было, они там на Майдан вышли. Для чего? Чтобы потом в этом разочароваться. Но сейчас-то самое оно выйти на улицу и сказать, что мы хотим в таможенный союз. Здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте, Михаил. У меня такой вопрос. Мне почему-то кажется, что основная проблема это не в Украине, а в нашей политике, в либеральной. Основная задача в наших либералах – перекачка ресурсов и капитала на Запад. Ну и, соответственно, Украина это прекрасно понимает. И она стремится к Западу, короче говоря. Вот такое мнение. Ну, к Западу она стремится по другой причине, потому что ей все время объясняют, что Россия – это коррупция, это произвол и т.д. и т.п. И что это азиатское ханство. Не совсем. Коррупции произвола в России не сильно больше, чем на Украине, может быть, и меньше. А, соответственно, что касается азиатского ханства, это вообще бред. Но это такие, как бы, еще раз повторяю, это пропаганда западная, которая полностью контролирует все украинские СМИ. Но народ-то должен думать, уже один раз их обдурили, ну, сколько ж можно-то, да? Только бреднолицая собака может дважды наступать на одни и те же грабли. Нужно же хоть чему-то научиться. Экономика по-русски или особенности национальной экономики. Возвращаемся в студию микрофона. Михаил Хайзин продолжает отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, Михаил, добрый день. 57-й звонит. Михаил, вот смотрите. Тут насчет Украины я хотел бы пару реплик сказать таких. Перед Украиной стоит выбор центра силы, да? Украина, в принципе, не совсем, ну, как не до государства еще. И она вынуждена прислониться к более сильному, да? И вот смотрите, какая ситуация. Они озираются вокруг, смотрят на запад, на восток. На западе есть элиты, которые занимаются своими, да? И на востоке есть элиты, которые занимаются западными проблемами. То есть наши элиты, когда они делают выбор, им кажется, что это не совсем наши элиты, то есть российские, а те же самые западные. И кажется, что им ничего не будет от того, что они к западу перебьются вследствие того, что они между собой говорят, ну вот россияне, которые руководят Россией, тоже на западе держат свои деньги, тоже на запад в случае чего утекут, о чем нам нельзя, да? То есть фактически получается, что о народе, ни украинском, ни российском, никто не переживает, не беспокоится. Но наступает время, когда вот мы должны строить свои рынки большие, чтобы после дележа мира мы не оказались у разбитого корыта. И как вы упоминали, надо хотя бы 200-300 миллионов человек. В Европе есть только, у Америки есть североамериканский рынок, а у нас что будет, или у Украины что будет после этого? Вот такой вопрос. Неужели не ясно просто? Ну, конечно, все ясно, но я еще раз повторяю, элиты заинтересованы не в будущем, они заинтересованы в том, чтобы сохранить свои богатства и сохранить свой статус. Их больше ничего не волнует. Ни положение народа, ни положение страны их реально не волнует. Это, ну, если угодно, это вредительство национальное, да? Ну, что тут сделаешь? Здравствуйте, слушаю вас. Алло? Да, я слушаю. Добрый день. Это Нина Васильевна. Я хочу спросить Михаила, поскольку у меня нет никаких больше, как говорится, шансов спрашивать в левых политиков. Их не допускают на радио. Я это заметила. Но вот была статья в Советской России про Латвию, как раз касается вот этих всех дел, что и с Украиной. Украина все понятно. А вот Латвия, она с 2014 года идет в эту еврозону. Уже добро получили, да? И вот что же будет? Зачем она им, этому еврозоне, Латвии? Говорят, что это будет новый Кипр. Так говорит РБК, так вот пишет Американ. Абсолютно очевидно, почему. Для того, чтобы латвийские чиновники получали зарплату в еврах, а не в латах. И чтобы что бы ни случилось, у них все было с деньгами хорошо. Это абсолютно очевидно. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Михаил. Еще раз. Сергей, интересно слушать ваши передачи. Вы единственный человек, который говорит правду. Вот скажите, какая ваша цель? Для чего вы это все делаете? Вы знаете, на самом деле это результат как бы некоторого естественного развития событий. Я же не являюсь профессиональным журналистом, я не являюсь профессиональным комментатором. Но каждый человек, он в общем должен для себя понимать, что он что-то должен делать для общества. Ну и там, я когда-то в свободное от работы время учил детей в школе, в 80-е годы. Я довольно много на это тратил времени и сил, но формально я не работал в школе, я зарплату не получал. А там, еще чего-то там, детей по ходу водил, еще чего-то. Но это как бы была такая традиция вот в системе математических школ, в которой еще мой папа преподавал, а потом я сначала учился, а потом тоже преподавал. А сейчас, ну если хотите, это мой гражданский долг. Я считаю, что я должен некоторое понимание того, что на самом деле происходит, до людей довести. Чтобы они, ну по крайней мере, имели информацию о том, как и что происходит и что делать. Ровно потому, что есть тотальная система оболвания его ненаселения. А то, что при этом меня почему-то опускают, там иногда в телевизор, иногда на радио, ну это в некотором смысле вещь удивительная. Но с другой стороны, кризис же, да, вот пока кризиса не было, а такого тоже, в общем, особо не было. Здравствуйте, слушаю вас. Павел Михайлович, здравствуйте, Александр Заванович, скажите, пожалуйста, что по-вашему должно произойти в обществе, в мировой цивилизации, для того, чтобы все экономические, политические расы и вопросы отошли на задний план, и человечество озаботилось соответствующим дальнейшим существованием? — Это хороший вопрос. Значит, я сегодня написал текст, он на World Crisis висит, а у меня на блогах разных есть на него ссылки. Я там объяснил, что в нынешней ситуации избежать вот этих вот всех неприятностей практически невозможно, потому что элиты не могут совершить революционные изменения той структуры, на которую они же сами опираются. То есть, условно говоря, если у вас есть очень сложная конструкция, на которой наверху стоит трон, то невозможно ее принципиально заменить, не скинув этот трон. Экономика по-русски. Или особенности национальной экономики.